Я должна вам это показать, вы просто посмотрите, какой у нас валит снег. Это уже третий день, в первый день он у нас выпал и даже лежал немножко, а сейчас он выпадает и тает, к сожалению, а может быть даже и к счастью. Не любите ли вы так снег, как не люблю его я? Как только я решила выйти на улицу поснимать для вас видео, нам включили снежок! Так, кто чем занимается, а я сейчас буду делать творог. Купила вот по скидкам вот такой вот ацедофил, и у меня это экологическая, очень хорошая фирма. И оно на скидке 5 крон, было когда-то 8, а сейчас 5. У меня здесь 3 коробочки или 3 пакетика, и сейчас мы побырику сделаем творог. У меня это почему-то обезжиренное, обычно я покупаю вот такое вот обезжиренное молоко, но сейчас почему-то взяла ацедофилку, тоже из skumet milk. Ну, ладно, разберемся. И, кстати, вот Tisse, это очень-очень-очень хорошая фирма, у них очень вкусная сметана. Как едят датчане ацедофилку, а датчане ее едят вот так вот, как йогурт. Посыпают это все крамблс, ягодками, и, да, наслаждаются. В этот раз выливаем все в такую вот большую кастрюлю. Как я уже говорила, оно у вас не должно кипеть, а должно быть очень-очень нагрето. Или не очень нагрето, где-то закипание, а где-то сохраняем, может быть, 40-50 градусов. Уважаем все и даем ему нагреться, но не кипеть. Оно у нас не должно кипеть, а сохранять такую теплую температуру, больше к горячему. Ну, вот где-то у меня сейчас стоит на 2-2,5, и вот, посмотрите, уже начинает отделяться у нас сыроводка. Скоро это все нужно будет выключить, закрыть крышкой и дать ему остыть, а потом процедить производство творога на карантине. Вот, мы уже начинаем выглядеть вот так. Так оно и должно быть. Иногда это все можно вот так вот проворачивать, но мешать это нельзя. Так что скоро у меня уже будет творог. Если честно, не помню, показывала ли в прошлый раз вам целый процесс. Здесь у меня стоит сито, кухонные полотенца. И вот так вот я перегружаю уже весь свой будущий творог для того, чтобы он отстоялся. Завтра или немножко позже буду делать львивский сырник. Вот, немножко перестал идти снег, и я решила сходить в магазин. Что мне там надо, еще пока не решила. Я хочу сделать такие полезные печеньки из семян и из орешков. И пройдусь, наверное, в Фетекс. Не хочу идти в НЭТа. После того, как наша НЭТа в Люнбе перенесли подальше от станции, мне туда ходить как-то неприятно. Что еще хочу вам рассказать. В пятницу у нас была очередная пресс-конференция. Правительственная, даже о ней говорить не хочется, потому что их так часто проводят, что это уже никому не интересно. И чему она была посвящена? Она была посвящена ужесточениям въезда в Данию. Если вы думали, что в Данию очень тяжело въехать, зря вы так думали, потому что было не тяжело. Ладно, давайте по порядку. Теперь в Данию. Для въезда в Данию всем, включая граждан. Раньше было гражданам, можно въезжать без этого теста. А сейчас все въезжающие в Данию через аэропорт, воздушным путем, должны предъявить тест о том, что у вас нету короны, не старше, чем 24 часа. До этого было возможно предъявить тест 72 часа. А теперь вам нужен тест 24-часовой. Тест должен быть на английском, немецком, датском, шведском или норвежском языке. В общем, вот так вот теперь все сложно. А также некоторым гражданам теперь могут отказать во въезде в Данию. Кому могут отказать во въезде в Данию? Это родственникам, детям, женам, мужьям, датчан, временно проживающих за границей. Те, которые едут вместе со своими родственниками. Если у вас, например, родственник датчанин, и вы живете, например, в России, в Украине или в Испании, то вместе с датчанином вы в Данию въехать не можете. Также в Данию теперь нельзя приезжать на собеседование, нельзя приезжать на учебу, на практику. И если вы ау-пер, если честно, я этого момента не совсем понимаю. Если, например, вы студент или вы практикант, и вы едете на практику, и у вас уже есть получена виза, но до этого вы в Дании никогда не были, видимо, то во въезде вам откажут. Также откажут во въезде, если вы едете на working holiday, по-моему, это называется визой. А также вам откажут, если вы едете на бизнес-встречу в Данию до 17 января, въезд вам в Данию с заказом. Но можно ехать в Данию, если вы, например, едете на роды, вы едете сюда на похороны, или у вас есть здесь родственники, о которых вам нужно заботиться. Ну, а также, конечно, разрешен въезд родственникам. Если, например, вы здесь живете, вы не являетесь датчанином, но у вас есть официальное разрешение на проживание в Дании, то вы все еще можете приглашать сюда своих родителей или детей, жен, мужей, а также своих девушек и парней. На сайте CoronaSmitha есть формуляр, также он есть на сайте полиции, который нужно заполнить и дать его вашему родственнику для того, чтобы у него было легальное разрешение на въезд в Данию. Ну, и также, конечно же, не забываем про тест. Этот тест теперь нужен даже самим датчанам. Вам откажут на посадке в самолет. Я, блин, даже расплакалась. В общем, уже почти дошла. У нас здесь магазин, магазин, который закрыт. И да, вот такие вот у нас невеселые новости. Как вам? А я уже почти дошла до LundBestua Center, который тоже выглядит грустным. И да, кстати, этот тест не нужен детям до 12 лет. И если ребенку 12 лет, то этот тест ему тоже не нужен. Вот такие вот делишки. Давайте пойдем и купим Светланке орешки. Моя маска многоразовая. Кстати, насчет вакцинации. Вакцинация в Дании идет полным ходом. И уже поговаривают про паспорт. Вакцинационный паспорт. Об этом я вам расскажу немножко позже. Продажа в Маркосе. Распродажа на Yves Saint Laurent 40%. А также 70% распродажа на косметику Baume. Если вы любите Baume, то вам сюда. Все в паспорт, все в порядке. 40% на портюмы. 50% скидка на Мак. И здесь даже есть из чего выбрать. Люблю скидки. В любой непонятной ситуации покупай себе подарочки. Купила себе 50% скидка по 100 крон. Двое румян от Мак. Франкли, Scarlett и Groovy. Рада, рада. Пойдемте за орехами и кофе. Вот так вот выглядят торговые центры. Все перекрыто, все закрыто. И это не потому, что сейчас 4 дня, а потому, что, блин, карантин. Я в маске. Тоже не потому, что мне это нравится, а потому, что так надо. Скоро в Pestelao мы уже начали продавать буки. Вы просто посмотрите, какая скидка. Целых 4 кроны на шоколад линк. Любите ли вы линк, как люблю его я. Обожаю вот этот вот чили и люблю с солью. Ну и, конечно же, черный. 85% моя любовь. Смотрите, просто стоит эларм на куске мяса. Вот такой вот Людви Оксимил Фелл. Вырезка. Гораза же 100-608 крон. Здесь у нас 2-300. И она просто все кусочки мяса с сигнализацией. Будете в Дании, обязательно попробуйте вот такие вот конфеты Антонберг. Это мои любимые, одни из моих любимых. Здесь у нас со сливой и слива в Мадейре и с марципаном. Есть еще клубника и шампанское. И еще какие-то, не помню. Сейчас они стоят 29 крон. Вот такая вот коробочка. И здесь каждая конфетка в такой вот индивидуальной упаковочке. Кстати, на подарок самое то. 7 штучек здесь. И здесь у нас все конфеты Линд, 5 крон скидка. Люблю вот эти вот с вишенкой. Есть еще вот такие вот с марципаном Антонберг. А есть вот такие вот еще в такой вот упаковке. Это мини, маленькие штучки, маленькие конфетки. Продаются вот такие вот гиацинты. Три штучки, 25 крон. А один за 10. Но они уже, блин, отцвели, отгуляли. Поэтому их продают по скидке. Что у нас еще здесь? Здесь у нас еще орхидеи по 100 крон. И искусственные цветочки. На них скидка 70%. Так что, если вам нужны искусственные цветочки, вы живете в Дании, добро пожаловать в Фотекс. А вот посмотрите, какое прикольное дерево. Здесь вот такие вот маленькие фруктики. Цитрусовое дерево. Забыла, как называется. Вспомню, скажу. Камкуит, по-моему, да. Камкуит. И букеты цветов. Что не может не радовать. Смотрите, какой букет. Тюльпаны и мимозы. 170 крон стоит. Боже, какая красота. Вау. Мимозы в Дании. Это редкие гости. Я вам уже когда-то рассказывала. И вот такие вот букетики. По 200 крон. Розочки по 15. И да, пойдемте уже отсюда. Фокусируйся. Ну вот, блин, пока сходила в магазин, уже совсем потемнело. И нам опять включили снег. Но не могу рассказать, не рассказать то, что у нас происходит в Дании. Вы, наверное, уже знаете, в Дании полным ходом идет вакцинация. Уже провакцинировали всех тех, кто живет в престарелых, в домах престарелых. Вакцинируют медиков. Кстати, у меня есть знакомые, которые работают медсестрами. И они уже провакцинировались. О чем сейчас идет речь? Сейчас идет речь о том, что будут вводить паспорта, которые говорят о том, вакцинировались ли вы от ковида или нет. И если вы, например, не вакцинировались, то вам будет запрещено принимать участие в каких-нибудь таких многочисленных мероприятиях. Таких как фестивали, концерты, например, футбольные матчи. И да, сейчас в Дании об этом очень часто пишут в прессе. А также вам, наверное, не будет разрешено ходить, подниматься на борт самолета. Если вы не будете вакцинироваться, то вам каждый раз перед тем, как вы хотите куда-то полететь, скорее всего придется делать тест. Тест. Тесты сейчас Дания, как я уже сказала, требует не только ПЦР, но сейчас подходит также квик-тест, тот, который делается за 15 минут. А до этого его не принимали. Сейчас уже начали его принимать. Со вчерашнего дня, с субботы, с 5 часов в Данию нельзя влететь без этого теста 24-часового. Но, но, въехать в Данию без этого теста можно, если вы, например, едете на поезде, на автобусе или на своей машине. То есть, в смысле, если вы летите на самолете, то значит, этот тест нужен, а если вы едете на машине, он не нужен. L. Логика. Короче, в наше тревожное время нужно забыть все о логике. Так вот, полным ходом идет вакцинация и нам Министерство здравоохранения сейчас сказало о том, что они планируют всех довакцинировать до конца июня. В конце июня все население Дании будет провакцинировано. О насильственной вакцинации речи не идет, хоть сейчас и собирают подписи против насильственной вакцинации. Она будет не насильственной, а какой же она будет, если вы не хотите вакцинироваться, то вам постоянно нужно будет делать этот тест. В общем, как-то так. Так что вот такие у нас дела. Как у вас обстоят делишки? Я вообще, если честно, не против вакцинации, но мне не нравится, когда меня что-то заставляют делать. И, наверное, когда придет моя очередь вакцинироваться, я без особого страха провакцинируюсь. У меня нету никаких, знаете, там переживаний по поводу чипирования 5G-вышек. Я к этому отношусь абсолютно спокойно, но не люблю, когда меня, блин, заставляют что-то делать. Почему я так спокойно отношусь к вакцинации? Потому что, например, когда я ездила в Бразилию, это было, по-моему, лет 8 назад, то нужно было делать вакцину от желтой лихорадки. Когда ты делаешь вакцину от желтой лихорадки, тебе выдают специальный паспорт от Серум Институт. И там стоит дата, когда вас вакцинировали от этой желтой лихорадки. Я знаю, что в некоторые страны Африки въезд без вакцинации запрещен. Я тут смотрела в сторону Занзибара. Это, скажем так, единственное место пока, куда можно въехать на отдых. И да, когда вы летите именно на Занзибар, то вакцина эта от желтой лихорадки не нужна. Если вы летите из Европы, а вот если вы хотите влететь в Танзанию, с другой стороны Африки, то вакцина от желтой лихорадки вы должны будете, по-моему, ее предъявить на границе. Вот такие вот у нас делишки. Пойдемте домой. Кстати, орехи решила не покупать. Вспомнила о том, что я сделала творог. И сейчас планирую испечь львивский сырник. Рецепт хотите? Наверное, сниму вам рецептик львивского сырника. А вот эти вот снеки, мои печеньки с орешков из семян, сделаем в другой раз. Когда я доем свой львивский сырник? Клюква у меня, по-моему, есть. А если нету клюквы, то сейчас еще сходим за клюквой. Света, ты так любишь ходить по магазинам? Нет. Света просто не очень любит писать в списки покупок. Кстати, а вы пишете в списке покупок? Я все думаю о том, чтобы нужно начать писать, что нужно купить. Но как-то постоянно об этом забываю. Пойдемте домой. В нормале купила себе вот такой вот кофейный напиток. Честно говоря, я такое не очень люблю. Но иногда мне хочется что-нибудь такое попробовать. Я знаю, что звучит как-то странно. Хочу сейчас попробовать вот это вот с кокосом. А оно почему-то не хочет фокусироваться. Фокусируйся, блин. У нас, по-моему, 12 разных вкусов. Давайте начнем с кокосика. Ну что, как я вам и обещала, давайте сейчас испечем нашу творожную запеканку. Хотела печь сырник, потом передумала. Я когда-то с датчанами, вы уже помните, делала львивский сырник. И мы его там делали с картофельным пюре. С картошкой. Но мне, если честно, лень варить картофель. И поэтому мы с вами сделаем просто мою любимую запеканочку. Скажем так, вариация на тему львовского сырника. У меня, скажем так, такого уж простого, скажем так, точного рецепта нет. Рецепт у меня варьируется от дня ко дню. И зависит он от моего настроения. В общем, давайте-таки начнем печь запеканку. Это, кстати, мой любимый завтрак. Ну и что нам здесь понадобится? Нам понадобится, конечно же, творог. Этот творог я сделала сама. Как вы помните, я его делала с ацедофилки. Его можно делать и с тюмера, и с керной мельки, и со всего, что вы найдете. Потом нам понадобится 5 яиц. Нам понадобится ложечка ванили. Нам понадобится столовая ложка сахара. И если у вас есть какие-то сухофрукты, у меня здесь клюква. И вот порезанные абрикосы. Нужно 5 яиц, как я сказала, где-то 750 грамм творога. Я не знаю, сколько у меня здесь из 3 литров ацедофилки получилось. Но мы с вами сейчас это все проверим. Сначала смешаем яйца, ванильный сахар, чайную ложку и столовую ложку обычного сахара. Также нам еще понадобится манная крупа. Но я почему-то манку не нашла. Наверное, плохо искала в своих закромах. Зато у меня есть вот такая вот рисовая мука для выпечки. Я ее тоже использую. Нам где-то понадобится 5 ложек. В общем, смешиваем яйца. Добавляем ложку столовую сахара. Можно добавить мед, если у вас есть. Но у меня будет просто сахар. Также добавляем сюда чайную ложечку ванильного сахара. А также добавим, конечно же, щепотку соли. Маленькую щепоточку. Смешаем это все. Я тут вдруг нашла мак и решила добавить еще немножко мака. Ну, а почему бы и нет. Давайте добавим тоже где-то одну столовую ложку. Будет вкуснее, думаю. Добавляем рисовую муку. 5 столовых ложек примерно. Можно 4. Роли эта огромная не сыграет. И опять-таки смешиваем. Добавим еще цедру лимона. Ну и вот с 3 литров ацидофилки у меня получилось где-то... Ой. Где-то около 80-80-85... 80-80... 850 граммов творога. Ну, я там еще немножко, конечно же, сняла пробу. В общем, где-то 800 грамм творога у меня как раз на 5 яиц. Великолепно! Продолжаем! Добавляем наши сухофрукты. Если у вас есть какие-то кусочки шоколада, какие-то шоколадные чипсы, тоже можете добавить. Всё, это будет очень-очень-очень вкусно. Можно добавить изюм, можно добавить финики, можно добавить инжир. Всё, что у вас есть под рукой. Ну вот и наша запеканочка. Сверху её можно смазать сметаной или йогуртом. И ставим в духовку 200 градусов. И где-то примерно на часик. Ну и вот это то, что у нас получилось через часик. Теперь этому всему нужно дать остыть. И на несколько дней завтраки у вас готовы. Или просто наслаждаемся с чаем. Ну что, вот такое у меня было видео. Хочу вам сказать, что у нас в Дании опять-таки прошли демонстрации против действий правительства, связанные все с коронавирусом. И да, как-то так. На этом со всеми прощаюсь. Всем огромное спасибо за внимание. И до новых встреч. Всем пока.